Второе, люди очень боятся, на самом деле, будущего. И поэтому они очень часто смотрят в прошлое. Не потому, что они осознанно принимают такое решение. Начиная, соответственно, от Трампа и заканчивая каком-нибудь Байденом. Это попытка вернуться в то прошлое, в которое... Трава была зеленее, деревья были большими, и все было отлично. Это просто страх перед тем, что может произойти. Перед цифровизацией, которая всех поломает, перед дефляцией, которая всех покалечит. Вот этого люди боятся. Люди очень часто принимают решение не потому, что они чего-то хотят, а потому, что они чего-то очень не хотят. И вот это то, что происходит сейчас, на самом деле. А для того, чтобы это понимать, надо понимать, что стратегия выжидания или засиживания, или концепция, которую описал Стив в качестве обезьяны, которая ждет, пока тигры друг порвут, она билет никуда. Сейчас расскажу три истории, которые с этим связаны. Первая, про Китай. Китай почему-то долго считал, что этот процесс можно пересидеть. И, собственно говоря, он его и пересиживал. Трамп, он пересидел, как бы считал, что дальше можно пересидеть. Отлично. Во вторник было принято решение о том, чтобы полностью ограничить поставки в Китай соответственно всех современных технологических решений, связанных с чипами. Ну, конкретно, это, собственно, касается МВД и АМД, это крупнейшие производители, в том числе, корпоративного сегмента. Вот все ваши телефоны, например, соответственно, все связаны распознавания голоса, все, соответственно, видеосистемы, они все работают, соответственно, на корпоративных гигантских машинах, серверах, в которых стоят процессоры с чипами. Типа Ампер, например, если мы говорим об МВД, или какой-нибудь Эпик, если мы говорим о связи с АМД. Вот эти все замечательные процедуры уже ограничены. И Китай, который думал, что можно что-то пересидеть, понимает, что сейчас происходит экономическими средствами просто перетягивание каната в свою сторону. А почему? Кто от этого выиграет? И Intel тот же самый, который строит, естественно, производство на территории США, который прыгал в одну калитку и NVIDIA, соответственно, в процессорах, и, естественно, AMD, ну, точнее, NVIDIA в видеокартах в свое время, а в процессорах AMD. И им сейчас помогают. Поверх всей этой политики, несмотря на то, что у демократов отличные отношения, нельзя это пересидеть. Вы либо принимаете решение, соответственно, либо вас как бы закатают. Долго и весело. То же самое касается и Турции. Турция с сегодняшнего дня повышает цены для своих промышленных производителей на 50% и на 20% для потребителей, на газ. Это цена барактаров. Это цена задерживания военных действий. Это цена экономики. Когда, соответственно, Эрдоган ездил в Львов в свое время, рассказывал, что у нас специальные договоренности, мы так все дружно хотим договориться о том, чтобы как все это дело закончилось, а кто это продлевал. Проблема заключается в следующем, что у всего есть своя цена. Для Бербоки есть своя цена. Третья история, соответственно, связана непосредственно с деньгами. У нас, я напоминаю, G7, которая уже объявлялась, собирается, соответственно, завтра обсуждать на встрече министров энергетики, к сожалению, на Бали. Вопрос связан с ограничением цен на российскую нефть. А вы что не решили их обсудить-то? Я напоминаю, что с 5 декабря у них работает запрет на экспорт нефти. Почему? Ответ на этот вопрос дает пару изданий, но самое важное – это внутренние составляющие Минфина США. Они рассчитали, что если запрет будет введен, например, 5 декабря, вот в нынешнем формате, как он сейчас предполагает, вот здесь ничего меняться не будет в предыдущих ценах на нефть, это приведет к росте стоимости до 140-150 долларов за, соответственно, баррель. Ну, приводя на более понятный Байден языку, это означает, что в декабре цена на бензин может опять зайти за 5. Как минимум. Я напоминаю, что сейчас 3,8, 3,9 – это считается большим достижением, так, между прочим, но и так в два раза больше, чем было. Вот как бы при 5 считается терминальная стадия начинается. И они предлагают другим странам об этом договориться. Ну, а кто основные потребители и энергоносители Российской Федерации? Китай. А в честь чего ему надо договариваться? По нему сейчас катком санкций ездит, соответственно, еще предлагают с него снять цену на нефть. Ему какой смысл в этом? То же самое касается Индии, то же самое касается всех других стран типа ОПЕК+. Проблема в этом заключается в том, что вы с семеркой, и так все санкции ввели, вы уже договориться по этому вопросу не можете. И вы сами себе сейчас эту подстилку выкладываете, потому что понимаете, что то, что произойдет 5 числа, 5 декабря, будет очень большой проблемой. А для целых стран это просто будет приговор. Например, кто переводит более 50% российской нефти? Сюрприз, сюрприз, Греция. Именно она, кстати говоря, пробила эту пролонгацию, эту отсрочку до декабря. Что будет с Грецией? И, естественно, значительная часть их флота, который, соответственно, используется в том числе в этом сегменте, уйдет. Второй очень важный момент. А к чему приводят санкции? Давайте разберемся. К чему приводят санкции? Санкции приводят к тому, что у вас уже и Индия, и Китай начинает переходить на всякие ниндзи-поставки, естественно, прокси-поставки, то есть поставки, которые происходят не за фракт и не финансирование, например, с европейского рынка. Они теряют на этом прежде всего свой рынок. Китай уже использует малые форматы, то есть перевалки осуществляют, Индия тоже на эту систему переходит. Кстати, сюда сейчас Иран подойдет с такой же, у них она просто поставлена, уже достаточно давно не обходит. То есть проблема заключается в следующем. Если у вас есть рычаг, вы им угрожаете, но когда его не дергаете, это очень опасная процедура. Это очень опасная процедура для всего. Это к вопросу о том, что является на самом деле экспортным потенциалом в Российской Федерации. А вы знаете, что одной из крупнейших статей в ближайшие пять лет у нас будет нефть, но нефтегаз так станет, это все понятно. А вот на втором месте у нас уже постепенно ВПК смещает что? Сельское хозяйство? А знаешь, что на третьем месте будет? Что будет новой нефтью? Вода. Программные решения. IT. Идеальная схема для нас.